Алексей Пак теперь уже главврач Амурской областной больницы продолжает знакомиться с новым местом работы. В выходные он осматривал лечебное отделение, а накануне решил заглянуть в столовую и прачечную. Алексей Пак признался, проблем у медучреждения много, но скрывать их от журналистов он не собирается. Какие проблемы придется решать новому главврачу, покажет и расскажет Яна Лисовая. На первый взгляд в областной больнице никаких изменений. Все те же коридоры, все так же кипит работа, только вот главврач сменился. Правда, пока имени Алексея Пака нет ни на одной вывески. Сегодняшнее общение с нашей съемочной группой Алексей Пак начал с фразы. Снимать нужно абсолютно все, нам скрывать нечего. Также открыто Алексей Пак показывает свой новый кабинет. Со времен старого у руководителя здесь ничего не изменилось. Свои вещи новый главврач еще не успел перевести с прошлого места работы. Ну, знаете, как это, насчет кабинета, ничего не могу сказать. Для меня разницы нет. Маленький, большой кабинет. Ну, то, что весь в работе, уже да. То есть, в принципе, все выходные я здесь ходил по больнице, смотрел. Как бы сейчас больше, конечно, первые дни собираем информацию, в каком плане, что нужно в первую очередь сделать для работы. Последние три дня кабинет все чаще пустует. Главврач обходит свои новые владения. Первый пункт сегодня – прачечная. Это место чиновников и больших начальников привлекает редко. На вопрос, сколько лет этому оборудованию, работники отвечают шутя. Столько и не живут. Вся техника здесь отработала уже вдвое больше, чем было рассчитано. То есть, это еще МАД и Чехословакия. На то, что было сделано в Чехословакии, уже давно не найти запчастей. И это не единственная проблема. Например, это дезинфекционная камера 1989 года выпуска. В программу модернизации здравоохранения такой срок годности явно не вписывается. Позже работники цеха еще пожалуются новому главврачу. И на порванный линолеум, и на подтекающие стиральные машины. В пищеблоке областной больницы тоже проблемы, не работает один холодильник. Главный вопрос, где найти деньги на ремонт. Алексею Паку задавали чаще других. В качестве варианта новый главврач предложил развивать в том числе и платную медицину. Вообще, планов у руководителя много. Главное, говорит, чтобы коллеги поддержали. Могу сказать, что треть персонала я сам знал лично. Знаю, вернее, лично. Поэтому, как бы, ну, пока вроде как все, конечно, надеяться на большие перемены. Но я всегда могу сказать, быстро ничего не бывает. То есть я рассчитываю программу как минимум от трех до пяти лет. Знакомиться с проблемами нового места работы Алексей Пак будет еще несколько дней. Все свои наблюдения, как истинный доктор, записывает в блокнот корпоративный. Видимо, первый подарок на новом рабочем месте. Яна Лисовая, Кирилл Захаров. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.